Привет, и я уже показывал конфликты Миши с Давидычем, Биллом, Давай. Ну а сегодня я покажу вам конфликты не с блогерами, а с людьми. Так сказал, как будто блогеры не люди. Нет, я имею в виду людей из жизни. С улицы, когда завязывалась какая-то перепалка, начиналась там драка. Почти. И вот первая ситуация, он на улице просто снимал ролик. Тут подходит какой-то мужик, либо это просто мужик, либо охранник. И начинает разговаривать с матом, типа да ты надоел, давай сфоткаемся, только это все договориться матом. Давай привет моему пиву. Все, тихо, мы сейчас снимаем. Пал Анару, привет, передай. Подожди, братан. Почему ты говоришь, з***ал? Почему? Да потому, что он тоже будет снимать блоги. Не, я понял, почему. Привет передал. Передай, скажи, у нас. Да подожди, стой, нет, почему ты мне говоришь, з***, ты же меня даже не знаешь. Слышишь, скажи, у тебя на Туре Мерседес, да? Почему ты так разговариваешь, мне просто интересно. Теб хуй, тебя не воспитывали, ты не воспитанный человек. Не воспитываю. Но ты не воспитанный. Почему? Вот ты подходишь и з***бываешь конкретно. Я работаю, я работаю, я работаю. Слышишь, ну ты разговаривать не умеешь, ты заметил то, что ты не умеешь. Да я тебя схавал, я тебя по разговору. Схавай, схавай, схавай. Какую-то шляпу снимаешь. Всё, закрой свой рот. Бля, это... Брос свой закрой. Я ты сейчас в ебу тогда. Давай, делай. Вы, наверное, уже услышали, на какую волну всё это перерастает. И да, потом начинается драка. И YouTube, если что, это всё постаново, это актёрская игра, это актёры. И вот между этими актёрами завязывается драка. Причём такая нормальная, Миша наносит уже первый удар. Ох, адреналин ударил, я аж как будто какие-то бои озвучиваю. Ну и начинается вся вот эта вот ситуация. Ну, вот просто посмотрите. Раз-раз, понеслась. Немного подрались, повалялись. У актёров в костюме на лице кетчуп. И потом этот мужик в чёрном говорит, всё, братан, тромози, стоп, стоп, надо заканчивать. Они вроде бы как заканчивают, их начинают разнимать, вроде бы как подуспокоились. Он говорит, давай теперь зайдём за угол и просто нормально поговорим. Ну и они, как серьёзные люди, пошли разговаривать за угол. Ну, что там было дальше, непонятно, потому что ролик обрывается. Но такой вот конфликт у него был. Пока не забыл, давайте я расскажу. Мало кто знает, что в KFC, Burger King и прочих фастфудах есть купоны для сотрудников, чтобы они питались 90% скидкой или вообще бесплатно. Так вот, эти сотрудники фастфудов сами сливают эти самые купоны в телеграм-канале Слив Халявы. Ссылка на который будет в описании, и вы можете пользоваться ими абсолютно бесплатно. Такие секретные купоны есть только в этом телеграм-канале, потому что админы сами платят сотрудникам фастфудов за слив секретной информации. Как я уже сказал, ссылку на этот телеграм-канал я оставлю в описании. Они, лично я уже давно кушу только с 90% скидкой, ведь согласитесь, глупо переплачивать за то, что можно купить намного дешевле. А тут уже конфликт с охранником в торговом центре. Миша, как обычно, снимал ролик, и у него все время проблемы. Кто-то запрещает съемку, кто-то разрешает. Охрана вела себя некорректно, подходила, дергала, творила непонятно что. И в итоге потом с этим мужиком у Миши завязалась перепалка. Но это тоже просто надо посмотреть. То есть, смотрите, разберем эту ситуацию с логической точки зрения. Если я взял и начал снимать на видео охранника, что разрешено по Конституции Российской Федерации, а он меня подходит и начинает нести куда-то. Соответственно, что? Охранник, сука, борщ ебаный. Взял, сука, и понес не по праву нахуй своему. Такие люди, нахуй, ты подходишь, нахуй не мешают. Я говорю, люди подходят, но это я своим языком вооружаюсь. Подходят, нахуй ты снимаешь, ебаный. Я говорю, жвачку плюнул, нахуй, наступил на нее сразу, ебаный. Бля, в смысле, вот вы выживали, и мы вчера наступили на нее. Короче, парни, я не понял, что подхватил, а надо. Что за парнуку несет? Вопросы есть какие? Не решайся на азу. Э, слышь, дружище, вот здесь сердце от маленькие. Как ебаный? Где я, стой, я что? А не слышать, думаешь меня, или что? Орешь ты тут? Орешь ты тут? Я хочу, я ору. Ну так, а что ты мне замечания делаешь? А что ты замечания делаешь? А что ты сам так разговариваешь? А что ты сам так разговариваешь? Как ебаный, что пластинка заела? Я просто подошел по-доброму, посмеяться, думал, мало ли тип, ну, шарит в юморе. Ну, поймет шутку, то есть улыбнется, и мы кинем друг другу ладони и разойдемся, как бы. Пойдем на улицу, ебаный, ты коль нахуй, нахуй меня в подсобку свою ведешь? Я тебе один, ты когда один на один пойдешь? Да, ебаный, пойдем один на один. Пошли на один на один. Что ты в подсобку всю ведешь? Один на один выйдем, нахуй. Ты что, слышишь, что ли? Пойдем на один. И вроде бы, как дальше они пошли там куда-то в подсобку, на парковку, куда-то еще. Была драка или нет, непонятно, потому что Миша об этом не сказал, но конфликт был, и я с такого охранника вообще улетел. Взрослый мужик идет драться с молодым пацаном, снимает пиджак, при этом он на работе. Ну, как бы интересная ситуация, это все, что могу сказать. Еще одна интересная ситуация у Литвина произошла относительно недавно. Когда в Москве были все эти пропуски, на улицу можно было выходить только по пропускам. У него было срочное дело, ему нужно было выйти, и пропуск они оформить не успели. К ним подошли сотрудники, но вот один из них, который был даже без формы, был какой-то слишком агрессивный. Документы, девушки, где документы? Борщил настолько сильно, он реально настолько сильно превышал свои полномочия, что я не знаю, как я держался, и вообще, как у нас там до физических каких-то моментов не дошло, но просто вот очень бесит, когда люди, опираясь на свою должность, позволяют себе просто что хотят. Ну вот как-то так, я бы показал еще один интересный момент, но боюсь, что YouTube может его не пропустить, поэтому, наверное, не надо, да? Короче, кому будет интересно, оставлю ссылку в Instagram, напишите мне там, если что, скину этот момент. Все, мужики, поднял, обнял, у микрофона был я, Smart, пока! Субтитры сделал DimaTorzok